Уважаемые жители республики Сахая-Котия, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется выявлением 151 нового случая коронавирусной инфекции. В городе Якутске зарегистрировано 55 новых случаев, большое количество случаев 15, 14 и 13. Соответственно, зарегистрировано в таких районах, как Алданский, Вилюйский и Мирненский. В Мегино-Кангаласском районе и Нерингринском районе зарегистрировано по 8 случаев. От 1 до 4 случаев зарегистрировано в 13 районах республики. На настоящий момент, таким образом, у нас в республике в 19 муниципальных образованиях зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции. Тем не менее, режим повышенной готовности, который был объявлен главой республики Сахая-Котия, он действует на всей территории республики с теми ограничениями, которые предусмотрены как для граждан пожилого возраста, так и для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. В режиме с точки зрения самоизоляции и масочного режима для всех граждан на территории всей республики. Также продолжает действовать и режим удаленной работы для сотрудников. И во всех учреждениях сегодня Министерство труда начало вновь свою проверку, как мы уже говорили, продолжает ее о том, что должны соблюдаться правила в 50% работе на удаленном режиме. После ограничений, которые были смягчены в последнем указе главы республики Сахая-Котия, на территории республики разрешено действие домов культуры, исходя из репертуарного плана, который определен в домах культуры, и с половиной загрузкой зала, в целях того, чтобы не допускать и не принимать меры, и принимать меры, вернее, направленные на санитарно-эпидемиологическое благополучие, те, кто приходит на непосредственно сами по себе просмотры, значит, наши в клубные учреждения. Лаборатории республики, как медицинских организаций, так и федерального учреждения Роспотребнадзора продолжает осуществлять тестирование. За последние сутки осуществлено 1704 исследования. Всего у нас с начала пандемии обработано 898 975 тестов. На настоящий момент достаточно массово идет вакцинация от новой коронавирусной инфекции. На 20 января у нас провакцинировано уже 3067 человек. Вакцина проводится в городе Якутске в 13 районах. Во всех районах республики, так же, как и в городе Якутске, по месту жительства в центральных районных больницах ведется соответствующая запись на вакцинацию. Сегодня дополнительно поступила и находится на размаркировке в республике 22 тысячи доз вакцин. Соответственно, для того, чтобы с пятницы она могла поступить в наше лечебное учреждение. И те, кто записывался в очередь, будут осуществлены звонки из поликлиник, либо направлены соответствующие сообщения, смс или ватсап по приходу для получения вакцины. На территории республики непосредственно завезена вакцина, действующая, имеющая регистрационное удостоверение на территории Российской Федерации. Двух видов. И, соответственно, медики определяют в зависимости от самого пациента, какую вакцину необходимо оставить. В целом, обе вакцины являются вакцинами иммунного характера, которые позволяют являться вакцинами против коронавирусной инфекции. Соответственно, сегодня граждане должны самостоятельно решить, в том числе о своем состоянии здоровья, о том, каким образом они дальше будут в том числе заботиться и решать вопрос о добровольной вакцинации в зависимости от собственного волеизъявления. Я хочу обратить внимание, что сегодня мы еще раз призываем все-таки более активно принимать участие в вакцинировании, особенно лиц старшего поколения, лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Так как сегодня основные тяжело больные, и смертность, непосредственно которая у нас в республике есть, она связана в основном, к сожалению, с людьми, которые были отягощены дополнительно заболеваниями или же, значит, людьми более старшего возраста. Поэтому еще раз я призываю всех заботиться о своем старшем поколении и, соответственно, принимать все меры для того, чтобы вакцинироваться, в том числе от новой коронавирусной инфекции.